Здравствуйте, друзья! Здесь Деметков Юрий. Мне говорят, что я давно не говорил ничего про биржу, что там происходит. Ну, там, в общем, почему я не говорил давно про биржу? Потому что... Потому что... Ну, просто, мне кажется, я уже многое сказал, во-первых. Во-вторых, я улегся новым проектом. Но, тем не менее, на бирже работу я продолжаю. Деятельность. И вот давайте сейчас посмотрим, что там происходит. Недавно происходило совсем. Вот, посмотрите. Вот нефть меня больше всего интересует. И нефть на бирже... Вот это вот график недельный. Посмотрите, вот здесь вот... Так, сейчас. Вот здесь вот. Был минимум... Это был... 2015 год, по-моему, там, когда-то вот летом, да? И он опускался буквально тонн до 29 долларов за баррель. Там даже ниже. 28 был. И с тех пор он начал расти постепенно. Дорос потихонечку до 50 долларов. И начал колебаться нефть вот в районе 50 долларов. Вот. Ну, колебалась, колебалась. И вот где-то в июне месяце оно опять стало... Нефть где-то вот... Ну, минимум было 44 доллара за баррель. И... Уже в газетах пишут, уже все. Нефть никогда не поднимется. Все эти соглашения между опеком и неопеком, они перестали работать. И все. Караул, значит, нефть будет опускаться опять до 30. Но она почему-то стала вдруг расти. Вот. И росла, росла нефть. И вот на Америку надвигается ураган. Сначала один, потом другой, тайфуны. И в Америке, в общем-то сказать, там... Ну, во-первых, она вот здесь вот упала. Уже начали закрываться. Ну, или не закрываться. Перестали расти вот эти вот вышки со сланцевой нефти. Потому что уже невыгодно становится ниже 50 долларов добыча сланцевой нефти. И поэтому она остановилась. Падение вот здесь. На ниже 50. Вот оно немножечко продолжилось и остановилось. Вот. А потом, значит, в связи с ураганом некоторые, так сказать, там заводы закрылись. Некоторые вышки позакрывались. И поэтому предложение нефти начало уменьшаться. Спрос растет. И, значит, вот ураган. Вот здесь вот произошел ураган. Значит, резкий рост. Выше 52. И дальше он еще продолжился. Этот рост. А, нет. Ураган вот здесь где-то был. Вот. И, соответственно, когда нефть выросла до 58 долларов за баррель, ну, я не выдержал. И, на самом деле, по 57, ну, практически по 58 я вот здесь вот ее продал. Потому что, посмотрите, ну, вот сейчас я попытаюсь нарисовать линию. Где они у меня? Линии. Вот они. Вот линию. Сейчас нарисую. Рисуем линию. Вот. Видите линия, да? Вот. Максимум, который достигался этой линии, был 1 января 2017 года. Потом, значит, был еще максимум, достигался 29 января 2017 года. И потом, значит, нефть уже вот... Когда тут было? Это был апрель, судя по всему, еще как-то оно всплеск был. А потом оно пошло вниз. И вот сейчас, сейчас оно перевалило опять за... В сентябрь, но я не выдержал и продал нефть. И вот сейчас я наблюдаю за ней. Ну, как я продал нефть? Я взял ее в долг на фьючерсном рынке ММВБ. Вот сейчас я покажу текущее состояние. Текущее состояние. Так, вот здесь оно будет. Сейчас, сейчас, секундочку, секундочку. Так, вот оно. Вот, текущее состояние. Это уже... Сейчас я график изменю. Сейчас я изменю график. Это недельный. Здесь фьючерс, он короткий. Он каждый месяц обновляется. Поэтому недельный график выгоднее смотреть на Форексе. Потому что там он бесконечный. Вот, а что происходит сейчас в последнее время? Вот, четырехчасовой график я вывожу. Вот, нефть у меня продана. Вот, где-то в районе вот этом продана. И сейчас она снижается. У меня продана сейчас нефть. И сейчас я попытаюсь показать. А, ну вот вы видите. Вот здесь видно, что минус тринадцать. Минус тринадцать, это значит... Минус, это значит, что это шорты. Значит, продана нефть. И минус тринадцать, это значит, что у меня продано тринадцать лотов. То есть, сто тридцать баррелей. И они у меня проданы были по... Фактически по пятьдесят восемь долларов за баррель. Вот. И я ожидаю, что они упадут где-то, ну, до пятидесяти пяти точно. Я думаю, что до пятидесяти двух. Вот такая скучная работа. Я их продал когда-то. Это было еще вот примерно... Вот здесь я их продал. Где-то шестнадцатого октября. Ну, я просто не выдержал, когда, блин, она так скакнула. Думаю, ну все, будет падать. Я не помню, по-моему, шестнадцатого октября. Или вот здесь где-то я продал уже, не помню. Вот. И с тех пор держу и просто жду. Да, где-то здесь вот я его продал, вот здесь. Вот. Я думаю, что это было в конце сентября еще. Ну, месяц уже держу эти... За месяц... Ну, я там закрывал-открывал эти позиции. И за это время у меня что-то там прибавилось. Сейчас у меня... Я положил туда... Вот здесь я не выдержал просто и перевел деньги. Пятьдесят тысяч рублей на счет. На эти пятьдесят тысяч рублей я смог продать. Ну, сначала двенадцать было лотов. Потом немножечко заработал. Увеличил эту сумму до тринадцати лотов. Сейчас они у меня проданы, нефть. И, ну, в прибыли. Вот сейчас вы видите, что она немножечко падает. Давайте посмотрим график этот поближе немножечко, что происходит сегодня. Вот это пятиминутный график. Но сегодня она начала падать. И поэтому вот прямо сейчас я ничего не планирую делать. Вот. Потому что, ну, падает и пусть падает. Да? Вот. И, ну, давайте немножечко сделаем так. Давайте мы ограничим немножечко свои убытки. Каким образом? То есть, что у нас будет? А будет у нас ограничение убытков. Ну, убытков уже нет на самом деле. Вот. Я поставлю новую стоп-заявку сейчас. Так. Вы ее не видите, потому что другое окно. Я стоп-заявку ставлю на покупку. Если нефть вырастет... Так. Take profit. Если нефть опустится до 52, до 55,5, поставим до 55,5, то закрыть. И если нефть поднимется выше, чем 57,5, поставим 57,5, то я закрою, ну, скажем, из 13 пусть будет 7 лотов. Вот. 7 лотов. Сейчас я поставлю вот эту заявку. Take profit и stop limit. То есть, я ограничиваю свои... Ой, так, не указано. Торговый счет. Сейчас будем указывать торговый счет. Так. Пока не получается. Сейчас будем торговый счет. Организовывать настройки. Основные настройки. Торговля, мне кажется. Заявки. Настройка счетов. Вот они. Вот все счета. Добавляем. Окей. Вот. И сейчас снова делаем такую же заявку. Новая стоп-заявка. Так. Все. Торговый счет появился. Take profit. Если 55,5. Скучнейшее занятие, скажу я вам. Вот. Стоп-лимит. Если 57,5. Покупка. Значит 7 лотов. Вот. Делаем вот. Стоп-лимит. Если цена больше чем 57,5. Все. В поле цена. Хорошо. Стоп-лимит. Стоп-лимит. Значит 57,99. Окей. Выставляю заявку. Вот она. Стоп-заявка зарегистрирована. Вот. Давайте посмотрим, что у нас получилось в результате. Вот она стоп-заявка. Так. Сейчас я включу 30-минутный график. Так. Вот он 30-минутный. Вот видите. Вот у меня здесь стоп-лимит. То есть если больше чем 57,5 она поднимется, то закроется. То есть зафиксируется какая-то прибыль на самом деле. Вот. А если опустится вот до сюда, то значит 7 лотов у меня продастся. Я уже сказал, что я хочу ждать до 52. Вот. И соответственно вот эти вот, их можно двигать линии. Вот я сейчас возьму, подвину. Вот немножечко вот так. 57,53 поставлю. Вот. Ну, собственно говоря, вот таким образом происходит. И просто сижу и жду. Я уже жду почти месяц, пока она опустится. И за это время иногда закрываю. Ну, как еще можно показать, как торговать, скажем, нефтью. Так. Ну, вот может быть сейчас. Давайте вот выставим заявочку на зафиксировать прибыль на один лот. Вот. Один лот я куплю вот здесь по 5702. Вот. Вот посмотрите. У меня выставилась заявочка вот здесь. 5702. Сейчас посмотрим котировки. Вот она видна уже. Вот она. Так. Видно вам или нет? Сейчас посмотрю. Да, видно. Вот видите, снизу самая нижняя, жирным таким, это одна моя заявочка на покупку одного лота. И вы видите, что, ну, в 30-минутном графике вот она сюда опускалась вчера и потом снова пошла вверх. Я думаю, что вот здесь я зафиксирую прибыль на одном лоте, на 10 баррелях. А потом я его хочу продать тут же, значит, по 57, скажем, 30. Давайте мы это сделаем сейчас. Я вхожу в заявки, ставлю стоп-заявка по исполнению. То есть после того, как заявка на покупку одного лота выполнится, я сделаю тейк-профит и стоп-лимит по этой заявке. То есть тейк-профит будет, если 57,30. Вот. И стоп-лимит, если 57, ну, я опущу немножечко. Если 56,96, то покупать. Вот. И, собственно говоря, вот выставляю такие заявочки. То есть... Все. Теперь смотрите, что у меня произойдет. Если цена опустится вот сюда... Так, немножечко опустим вот эту вот так вот. Вот. Если цена опустится вот сюда, до 57,02, я куплю один лот нефти. То есть 10 баррелей нефти я куплю. И после этого она должна скакнуть вот сюда. Вот. И тогда я снова продам и получу прибыль, значит, 30 центов на каждом барреле. А их 10. То 3 доллара я на этом заработаю. Ну, а если она пойдет вниз снова, то, соответственно, я снова ее продам. И, ну, немножечко мой счет уменьшится. Не уменьшится, а у меня все равно она продана сейчас. То есть, ну, будет недополученная прибыль в размере, там, где-то одного доллара. Вот так, собственно говоря, происходит торговля на бирже. Как выставлять вот все эти заявочки? Просто заявку на продажу? Как работать вот с этими графиками? Это достаточно сложно научиться. И на это я снял, то есть, серию разных видео. Их достаточно много, потому что там целый плейлист я снял. И это как будто, ну, как книга, да, понимаете? То есть, маленькие разделчики по каждому маленькому вопросику. Как открыть счет, как зарегистрировать КВИК, терминал торговый. Как начать работу, как перевести деньги туда на брокерский счет, как их вывести и куда. Как сделать это так, чтобы при этом не заплатить комиссию. То есть, там есть такой момент, потому что со Сбербанка, например, вы заплатите 2% комиссию. Вот, там, с открытия или с Тинькова вы ничего не заплатите. Надо оттуда переводить деньги. Ну, как удобно. Вот. Потом, как установить торговый терминал? Как его настроить? Вот это очень сложно, потому что торговый терминал, он требует серьезной защиты, потому что деньги большие, это ваши деньги, и вы не должны их потерять. То есть, там полная защита от мошенников, потому что, когда мы связываемся с биржей, там проверяется все. Брокер проверяет, кто, то есть, вы вводите какие-то параметры, он, так сказать, свой, чужой определяет, во-первых. Во-вторых, он смотрит, с какого компьютера даже вошли. То есть, если кто-то все у вас украл и пытается с другого компьютера, брокер это видит, и он говорит, блин, с другого адреса пытается кто-то войти и задает там дополнительные вопросы. А точно вы здесь? Ну, и, короче говоря, просто никто не войдет с другого компьютера. Можно войти на свой брокерский счет с одного и только одного компьютера, например, да, и только после того, как пройдешь процедуру регистрации, она достаточно серьезная. Вот, то есть, про это все говорится тоже в видеокурсе. И после того, как зарегистрируешься, тут настройка квика тоже не такое простое дело. И по каждому маленькому вопросу я снял одно определенное видео, там, как настроить график, что такое японские свечи и так далее. И вот эти видео я собрал в виде курса, видеокурса «Как торговать на бирже». И, ну, его можно купить, этот видеокурс, просто там в нескольких вариантах. Есть варианты видеокурса «Как чисто открыть модельный портфель». Для этого не нужно даже устанавливать квик, просто как переводить деньги туда, как оттуда выводить деньги, и все. Вот. А есть более расширенный вариант – это «Как покупать валюту и облигации». Там очень просто, достаточно, то есть, выставлять только заявки на покупку-продажу. И последний вариант, там, 2000 он, по-моему, стоит. Это уже элементы трейдинга, как использовать в торговле. То есть, вот, как выставлять вот эти стоп-заявки всякие, в чем они заключаются и так далее, и тому подобное. И если вы хотите начать торговать на бирже, то вот у меня часто задают какие-то вопросы. Вот эти вопросы, они повторяются. Я просто взял и снял короткие видео на каждое из них. И ссылку, вот, где можно приобрести, вы должны увидеть там. Ну, или, если не увидите, спросите меня, оставьте свой e-mail. Я вам вышлю эту ссылку, где можно посмотреть, приобрести. Потому что, ну, многие спрашивают просто, а я устаю, откровенно говоря, отвечать на одни и те же вопросы. Они все там есть. Вот. Ну, я думаю, на сегодня все. То есть, я продолжаю торговать на бирже, продолжаю работать с открытием. Ничего там не происходит, все там нормально. И подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. И, друзья мои, задавайте вопросы, потому что мне очень важна обратная связь с вами. И мне интересно, что интересует вас. То есть, вас интересует... Вот мне задают вопросы, говорят, нас интересует, как торговать на бирже. Почему не снимал давно видео? Ну, потому что, вы видите, вот, месяц назад сделал сделку. Ну, и... И все. И просто сижу и жду. Вот. Точно так же с акциями. Модельный портфель тоже, так сказать, там как бы... Вот. Задавайте конкретные вопросы, я буду отвечать и рассказывать на эту тему. Потому что, ну, сейчас я вот с Winwin People Capital очень активно работаю. И поэтому, значит, ну, немножечко отвлекся, наверное. Вот. Поэтому... Котик. Это у меня кот. Васька. Вот он. Ну, подпишитесь на мой канал. Васька, покажись. Покажись. Вот он. Не любит он. Не любит публичности. Вот. Ну, как без котика в интернете? Ну. Редактор субтитров. Продолжение следует...